посмотрел ребята поединочек фултон лево кто не помнит прогноз я давал лево это мексиканец фултон это американец и хочу поговорить об этих бойцах ну кто не видел этот бой обязательно посмотрите бой бой очень интересный и те кому этот бой понравится эти этот стиль понравится но даже там в стиле можно и не очень разобраться но если даже бой понравится значит вы на правильном пути значит вы обязаны бог смотреть значит вы уже сделали большой шаг как болельщик в боксе и поэтому обязательно посмотрите проверьте себя на качество болельщика почему потому что посмотрите лево мексиканец да они еще такой момент то что ну как бы хочу помочь вам разобраться что произошло какие основные причины почему бой все-таки фултону отдали это по технике если бокса но основной момент здесь в чем конечно но фултона фултона трудно победить так как фултон ну и во-первых американец во вторых никто этому леву победу не отдаст если он не нокаутирует фултона а как он нокаутирует если оба не нокаутера не леву не нокаутер не фултон не нокаутер правильно и леву еще вымахался и леву еще устал вот в этих причинах мы сейчас разберемся вот леву смотрите боец маленький да это основная основная причина боец маленький боец не не мощный боец не бьющий до фултон боец не бьющий но боец мощный боец крепкий видно что тяжелее видно что много гоняет и посмотрите для мексиканцев что важно мексиканцу быть на средней дистанции в подойти на среднюю дистанцию и там начать на ней размениваться перебить соперника это да с дистанцией понятно что леву хуже похуже понятно что фунтур фултон там а только практически джебил но даже джеба достаточно чтобы леву не не но выглядел похуже не очень хорошо реагировал в леву тоже бывало до дистанции доставал и немало но все равно фултон мощный выкид джеба и как бы видно доминацию до небольшую доминацию фултона дальше леву врывается в среднюю дистанцию в ней доминирует в основном на средней дистанции много тоже попадает фултон что сделал ребята молодцы тренерский штаб он сократил дистанцию до клинча то есть сразу клинч сразу и работа и показания до показывание работы в клинче то есть удары небольшие но видно что какая-то работа есть лиус хочет со всей силы 12 вроде попадает а фултон там раз 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 для судей уже тем более все суди под тебя заточены это достаточно для того чтобы занять позицию фултона правильно и основной момент почему потому что ребята леву слабее меньше и для любого мексиканцы проблема если уперлись у вас если потому что мексиканцы в клинче мало кто работает практически никто им надо размен на средний а здесь клинч что он сделает в клинче если на тебя постоянно давит если по тебя вот как фултон если он сдвигает тебя подпирает канатом и вот эти моменты когда ты сдвигаешь они тоже ведут плюсом к тебе в копилку если ты захватил руку и соперник пытается ее вырвать не получается опять если судьи заточены тоже общая картина то что ты мощный то что ты хозяйничаешь в ринге схватил руку сдвинул канатом наносишь там какие-то удары леву не может никак вырваться до из-под канатов потом все равно молодец воин леву ребята прокручивается все равно выходит иногда на среднюю дистанцию там много ущерба наносит фултону но опять не нокаутер видите что получается мало мало ребята ударов выбрасывал маловато выбрасывает ударов для того чтобы на голову выше быть фултона и поэтому видите получилось что получилось но хочу похвалить ребята фултона то что мы все таки обычно дистанционные бойцы они мутируют сейчас вот эта американская манера ведения боя эти чарла да уже и за 100 джер вон то посмотрите на ближнюю дистанцию входит с блоком ближе ближе и начинает на ближний там стараться на культирует соперника но у тех парней на культирующий удар да у чарла у джер вон ты все-таки парни бьющие и ущерб лопасы приносят ущерб значительный но эти парнишки не бьющие видите но все равно чтобы их побить допустим нужно нужно все уметь нужно вот крису как слева если нужно уметь клинчевать а наши бойцы видите в клинче никто практически не работает если попадется фултон то с ним на дистанции тяжеловато да с ним нужно будет подраться тоже на ближний в клинче потому что ну на дистанции ты будешь проигрывать фултон у него джеб то хороший правильно тебе нужно подойти поближе а поближе здесь не будет здесь будет сразу клинч сокращение дистанции работа в клинче сдвигание сдвигание тебя как там правильно сказать а фултон боец мощный много гоняет вот сто процентов ты выйдешь будешь меньше выглядеть чем он и будешь пытаться что-то сделать а мощи не будет хватать как возьмите деревянченко и джермал чарл посмотрите какая машина это джермал да и деревянченко какой маленький щупленький по сравнению поэтому пытается что-то вблизи сделать копошиться а тут то сверху наляжет то зарядит посильнее но мощь видны еще плюс вот эти американцы они никто не до 100 процентов что они не на допинге вот этот же фултон до посмотреть функционалка до последнего раунда было сколько вблизи возили сколько в клинче таскали толкались бодались и последний раунд взял еще начал на ногах там летать что-то на на дальней дистанции бегать пытаться то есть видно что практически не устает и мы видим когда лево когда садится в угол да как он тяжело дышит посмотрите кто будет и смотрел обязательно посмотрите интересный бой как тяжело дышит хотим для мексиканцы это его да но он видите никогда его и в каком плане то что средней дистанции где-то поклинчевать погрязнить подраться это же мексиканская а здесь видите мощный боец попался и все не сдвинул не переосилил нету сил руку вырвать тебя держит на тебя нависают на тебя дают и все видите несмотря на то что бой хороший несмотря на то что уважение леву но будет понятно что близко но проиграл конечно фултон у ребята но бой показал интересный так что посмотрите тренерам нужно обязательно посмотреть этот поединок потому что нашим бойцам вот как хигай помните столкнулся же с фултоном даже бьющий хигай ведь ничего не смог сделать почему мало выбрасывает ударов и так далее так далее так далее лево много выбрасывает ударов но меньше не такой мощный как хигай лево да видите они всех вот обычно американцы они превосходят всех в основном антропометрии да посмотрите лопас он больше он мощнее да видите побеждает джерман тупущен маленький но он все равно мощный какой боец то есть за счет чего вот посмотрите фултон до бойцы меньше его как джармал чарла возьмите бойцы меньше его щуплее вот он и щелкать как орехи правильно вот фултон леву тоже маленькие бойцы как бы поменьше вот он их и пощуплее и вот он их побеждает сейчас будут другие бойцы ну посмотрим как чё кто там у него попадется на пути тогда уже будем судить ну понятно что мексикане с другого уровня если будет бьющий там мексиканец конечно фу уже будет другая картина с фултоном хотя возьмет и отбегается да вот сейчас допингового накачает будет бегать джек джебом вот этим натыкивать функционал кисли хватит сейчас отдадут ему победу там но все удачи друзья подписывайтесь на боевую провинцию всем пока